В той области, в которой он это воспринимает природой своей, и усвоив внести это дальше, популяризировать эти знания, хотя знания эти принадлежат далекому университету или уникальному профессору, живущему на другом конце света. Дело в том, что в нашей ментальности любой педагог считает, что знание, которое он несет, это его знание, это его лекция. Он чуть не представляет себя автором, да, он может быть автором лекции, он может быть, он является популяризатором, но он не является автором открытий по темам, которые он ведет. И знания эти нужны всему миру. И поэтому, если вот такой телепорт, единый, для всего мира будет существовать, и университеты мира захотят представлять свои знания на различных языках, любому человеку, желающему получить, тогда получится, что доминанта будет не за педагогом, который судьбоносно решает, быть нам образованными людьми или нет, а за студентом, который выбирает из 10 лекций по физике или по обществу летней, пожалуйста, одну, одного педагога, которого он лучше всего поймет как популяризатора. Это очень важное дело. Вот в этой связи я инициировал в свое время, будучи уже с 20-летним опытом президентом всесоюзного общества знания, вот его флаг. Здесь, я думаю, что кто-то его помнит, в прошлом практически членами общества знания было 5,5 миллионов людей. И это каждый человек был знанием. В каждом городе, в каждой области, в каждом крае, в любом небольшом городке было общество знания. И это общество несло знания, передавая их от человека к человеку. Мы читали 25 миллионов лекций в год. Но скорость обновления знаний сделала контрпродуктивной передачу знаний от человека к человеку. И сегодня эту скорость можно достичь недостающими уникальным таким числом знающих, имеющих возможность передать свои знания на должном уровне людей, малым числом уникальных лекторов передать это всему миру. Поскольку с помощью спутниковых технологий мы можем позволить себе иметь аудиторию миллионы, миллионы, миллионы людей. И проблема только в том, что мы делим мир по пограничным столбам. Вот это наша страна, у нас свои правила. Вот это наша страна, мы не акцептируем знания американские. Если чей-то из ваших детей будет учиться в Англии, приедет сюда, и он скажет, простите, а мы не признаем ваш диплом. Или от нас приедет в Америку то же самое. Поэтому мы таким образом создаем возможность учиться и получить единый диплом Всемирного университета, о котором я говорю, спутникового университета, в котором каждая лекция, данная тема единым университетом, предположим, Кембриджем, она в дальнейшем превращается в сертификат для человека, и которому не будет уже отказано ни в работе, и будет адаптирован, призван и акцептирован его диплом, там, где он получил законные совершенно знания. Это очень серьезное дело. Это, конечно, нужна громадная политическая воля, чтобы на это дело выйти. Значит, ну а сейчас этот вопрос уже люди слышат. И я хочу сказать вам, что будущее, конечно, для взрослых людей, это будущее не только... Во-первых, взрослые в будущем будут жить как фрилансеры. Государство перестанет отвечать за образование, за здравоохранение, за многое-многое в будущем. И каждый человек должен научиться и обладать теми знаниями, которые он сможет продать, и продать он сможет только те знания, которые будут конкурентоспособны. Поэтому сегодня мы уже должны смотреть на образование, не на то образование, которое нужно чуть-чуть подправить, подрихтовать, немножко сделать по-другому, а как на абсолютно, абсолютно революционно и полностью изменить саму систему. Детям сегодня тан инструмент. Мы рождаемся ведь все цифровыми, а часть из нас жили в аналоговые времена. И прожив часть жизни в аналоговом режиме, мы, как люди, улетевшие в космос, возвращаемся через 700 веков. А наши дети родились и получают знания от компьютера сразу. Они точно соответствуют по своему устройству, устройству компьютера. И они, как вы понимаете, мы можем там их ругать, мы можем определенным образом быть им недовольны, но они на целый виток выше нас. Мы должны дать им инструменты и дать возможность получить те знания с помощью этих инструментов, на которые рассчитана их природа. На которые, как их запланировала природа, как я вот говорила, кровосомный набор должен быть готов к той или иной деятельности. А мы ведь, как живем, основная часть людей, закончившие те иные вузы, сегодня, я думаю, половина из нас работает совершенно в других областях, чем те, в которых мы учились. Ну, поэтому я еще раз хочу сказать, когда мы говорим, что самое важное – здоровье, но поддержать здоровье в наше время тоже нужно учиться и учить людей. Поэтому, в первую очередь, это образование. Если мы не обратим на это внимание, как когда-то обратили внимание американцы, увидев, что первый советский спутник оказался в космосе, значит, и тут же десятикратно увеличили бюджетное ассигнование в образовании, значит, то мы, конечно, окажемся на обучении. На сегодняшний день образование, которое мы когда-то гордились и хвалились, которое дало миру громадное количество нобелевских лауреалов, оно сегодня уже далеко, далеко не на том уровне, которое позволит нам доминировать в обществе. И вы обратите внимание, за счет этого, тысяч уникальных голов, уехавших из нашей страны, сегодня пробавляется та же Америка. Поэтому я хотел бы обратить ваше внимание на то, что нашим элитам нужно всячески способствовать тому, чтобы образование и образование нас, взрослых, было бы особо важным, потому что сегодня нас прогоняют с лыжни наши дети, а уже завтра, уже младший брат старшего на три года будет, иначе, с лыжни старшего. И настолько быстро обновляется, мы должны дать им дорогу, мы должны поддержать их всячески, оставив только нашу духовность. А все остальное, они уже этим располагают, они абсолютно рациональны, хотя порой абсолютно бездушны, даже по отношению к людям, их породившим. И вот оставив за ними эту духовность, дать им инструменты познания, которые сегодня в мире совсем не такие, какие были у нас в наше время, то мы будем иметь совершенно другое сословие людей, которые обеспечат могущество страны и не позволят случиться еще и тем вещам, которые вне нашей политики. Сегодня в мире планете грозят вещи, которые совершенно не связаны со спором России и Украины. Они совершенно не связаны с тем, что думает Обама про наши бомбежки. Сама природа, поскольку мы заедаем ее ресурс, она ответит нам очень грозно. И она уже сегодня отвечает участившимися катастрофами. Мы сегодня, если мы будем обладать знаниями, мы сможем выстоять и на нашей планете. А если мы не будем ими обладать современными знаниями и не будем готовы отразить все те вещи, которые находятся вне компетенции политиков, если просто упадет астероид, превосходящий 500 метров в диаметре, значит, планета перестанет существовать. А их сейчас 5000 в космосе, которые движутся в преобладающем направлении в сторону планеты Земля. Мы видим их сейчас с телескопов, и мы знаем, что они движутся. Из них 90% промахнется. Но вероятность того, что это может произойти, а там и 50-километровые предметы двигаются в нашу сторону, значит, у науки уже есть подходы, как с этим бороться. Но для этого каждый человек должен на сегодняшний день изучать возможность, как планеты будут в будущем выйти. Потому что даже обыкновенные цунами, ей наплевать на наши границы. Оно идет через страны, государства, сель, река, разлившаяся, так сказать, оно сносит все на свои пути. И говорит, люди, станьте рядом, потому что то, о чем вы спорите, мелочь. Ну и я мог бы на эту тему говорить очень долго, но просто нас здесь столько людей, и я почитаю разум, опыт, талант каждого из вас очень высоко. И просто хотел бы обозначить какие-то моменты. Я вот со своей стороны обозначил образование взрослых. Каждый из вас носитель своей идеи. И эта идея может оказаться стать глобальным. А идеи сегодня наших детей, порой, они намного опережают идеи наших конструкторов в будущем. И учить мы должны их, и учиться сами. В первую очередь, для того, чтобы не оказаться на обочине общества. Сегодня нас ограничивают пенсионным возрастом и чем-то. А возраст, когда мы отправляем людей на пенсию, людей, которые сегодня живут, намного дольше. Это возраст, самый зрелый возраст, самой большой мудрости. Но возраст, который, в общем-то говоря, благодаря гуманности, допустим, того или иного общества, заставляет тратить миллиарды суммы на сохранение этого здоровья. Человек, который работает, человек, который получает новые знания, этот человек не болеет. И он живет долго. Его нельзя заставлять выходить на обочину и программировать на уход, постепенный уход и освобождение лыжни, как говорится, для будущих поколений. Для этого нам нужно развивать образование взрослых. И этого учиться нужно каждый день и всю жизнь, до старости. А мы заканчиваем наше обучение в 22 года. И потом, потратив еще 2-3 года на форсах, чтобы занять место в обществе, становимся интеллектуальными банкротами в высоком районе. Поэтому я несу эту идею и с удовольствием отменяюсь вместе с вами теми идеями, которыми мы займем будущие элиты, с которыми мы будем добиваться этого консенсуса.